Здравствуйте! Это информационная программа День за Днем в студии Рената Булхаиров и мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. В Тобольске зарегистрировано 25 случаев заболевания корью. Единственная защита от этой болезни – вакцинация. Когда нужно ставить прививку и кому она необходима в первую очередь, расскажет Наталья Китова. В Тобольске зарегистрированы случаи заболевания корью. Важно знать, это вирусное инфекционное заболевание, после перенесения которого у человека формируется стойкий иммунитет. Корь опасна тяжелыми осложнениями, воспалением легким, судорогами и даже воспалением головного мозга. Передается воздушно-капельным путем. Начинается все, как любая инфекция, повышается температура, несколько дней может быть субфибрильная температура, потом появляются катаральные явления, кашель и через несколько дней появляется сыпь. Основной признак этого заболевания – это сыпь, которая идет сверху вниз. Защита от нее – вакцинация. Согласно национальному календарю, прививка от кори ставится дважды. Обычно такой схемы вакцинации от кори достаточно для формирования иммунитета, который сохраняется в течение 20 лет. Вакцинация начинается с детского возраста – в 12 месяцев и, соответственно, в 6 лет. При отсутствии прививок у взрослых вакцинации подлежат взрослые от 8 до 35 лет включительно, не болевшие, не привитые ранее или привитые однократно, не имеющие сведения о прививках против кори. Отношусь я к вакцинации положительно. То есть всем своим детям тоже прививки я ставила как положено. То есть с рождения как положено все прививки были проставлены. Сейчас вот звонили, предлагали поставить прививку, но так как мы кашляем, поэтому мы отказались. Кроме детей, вакцинации подлежат взрослые от 36 до 55 лет, относящиеся к группе риска. Это работники медучреждений, учителя, продавцы и другие профессии, подразумевающие общение с большим количеством людей. В городе Тобольске зарегистрировано 25 случаев заболевания корью. Все случаи не связаны друг с другом. На сегодняшний день 21 человек выписаны с выздоровлением. Организован комплекс противоэпидемических мероприятий среди контактных лиц, в том числе медицинское наблюдение и вакцинация контактных лиц. Специфический иммунитет, полученный благодаря проведенной в детстве вакцинации, ослабевает спустя годы, поэтому важно соблюдать меры профилактики. Прививочные кабинеты во всех филиалах городской поликлиники работают с 8 утра до 7 часов вечера с перерывами на обед. Наталья Китова, Михаил Куричко, Тобольское время. Работа над межвузовским кампусом в областном центре продолжается. Его проектирование начнется в этом году. Уже подготовлена концепция, определены параметры и площадь зданий, а также его специализация. Это безопасность живых систем, технологический инжиниринг и энергетическая безопасность. По этим направлениям на площадке кампуса смогут взаимодействовать все крупные вузы региона. Мне кажется, это новый виток в студенчестве, в развитии, в совершенствовании. Там же не просто пойдет обучение, там пойдут лаборатории, там пойдут разработки. Это все, что необходимо для развития нашей Тюменской области и для страны в целом. Поэтому, конечно, поддерживаю вот это решение о строительстве кампуса. Проект межвузовского кампуса в Тюмени реализуется в рамках нацпроекта «Наука и университеты» по поручению президента России Владимира Путина. А в Тобольске, как и во всей стране, этот год будет семейный. С инициативой, как его провести, выступили учреждения города. Запланированные мероприятия, посвященные памяти знаменитого ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, подробнее расскажет Елена Макова. Наступивший 2024 год объявлен в России годом семьи. Готовиться к нему начали заранее. В Тобольске 50 учреждений выступили с инициативой, как его провести. Запланировано 260 мероприятий для разных категорий граждан. При формировании плана учитывали задачи, поставленные президентом страны. Естественно, что мы продолжаем традиции, которые уже были заложены в городе, по, так скажем, популяризации семейных традиций, семейных ценностей, по поощрению молодых родителей, супружеских пар, которые много лет уже живут в браке. Мы эту работу будем продолжать. Запланированы поздравления пар, заключивших брак, например, в день города. Вручение свидетельств о рождении малышей, появившихся на свет в особые даты. Чествование пар, проживших долгие годы вместе. Флагманским станет фестиваль трудовых династий. Также большое количество мероприятий подготовлено образовательными организациями Тобольска. Школы вообще очень активно и креативно подключились к этому процессу. И я надеюсь, что для семей, школьников нашего города, 24-й год будет запоминающимся. Там мероприятия разные, не только творческие, интеллектуальные, но спортивные, которые тоже традиционно пройдут. Ну и мероприятия обучающего характера для родителей. Также в Тобольске этот год объявлен годом Дмитрия Ивановича Менделеева. Запланировано более ста мероприятий, посвященных памяти выдающегося земляка. Более 30 учреждений стали инициаторами их проведения. Это и выставочные мероприятия, и экскурсионная программа, и очень много конференций, посвященных деятельности и личности Дмитрия Ивановича Менделеева. Так вот, все эти мероприятия, они вовлекли в свое проведение различные организации. Поступили предложения от студенческого сообщества, например, провести Менделеевский бал. Большой раздел мероприятий в год Менделеева посвящен и 50-летию со дня строительства Тобольского нефтехимического комбината. Елена Макова, Михаил Куричко, Тобольское время. Подготовка к высокому туристическому сезону уже идет сейчас. Этим летом планируется запустить речные прогулки по Иртышу. Интерьер пристани и теплохода будет выдержан в едином стиле, чтобы погрузить гостей в историю Тобольска. Подробнее в следующем сюжете. Вид с реки на уникальный Тобольский ландшафт. Такое зрелище будет интересно не только туристам, но и местным жителям. Предстоящая навигация возродит традицию речных прогулок по Иртышу. И это не просто вид услуги для туристов-гостей. В первую очередь это для жителей. Мы уже нашли инвестора, который специально приобрел для нас теплоход. Согласно мастер-плану, город в ближайшие годы обретет набережную. Ну а пристань для теплоходов появится уже нынче. Ей предлагается дать название «Купеческая» в память о судоходстве прошлых лет. Там же планируется и небольшая экспозиция на эту тему. Сегодня еще нигде это не представлено. А ведь на купцах держалась экономика. Она и дальше будет на малом и среднем предпринимательстве держаться. И смысловое наполнение купечества не только отразить в названии этой пристани, но и в интерьере самого теплохода. В нашем городе было семь пристаней. Все пристани созданы были в свое время купцами. Для чего? Для ведения своей торговой и коммерческой деятельности. В разработке концепция специализированного экскурсионного тура предполагается несколько маршрутов прогулок. До железнодорожного моста, к слиянию Ертыша и Тобола можно будет дойти и до Абалака. Навигация в Тобольске короткая, с мая по сентябрь, поэтому инвесторам необходима поддержка, субсидирование части расходов. Сейчас мы работаем с судовладельцем над формированием финансовой модели, над тем необходимым вспомогательным хозяйством, которое потребуется для осуществления действий. Высокие требования к предпринимателям, и со стороны города, конечно, такая весомая поддержка в форме компенсации прямых затрат на реализацию именно этой концепции. Это позволит сделать стоимость билетов доступной для пассажиров, учтут интересы льготных категорий, а молодежь сможет воспользоваться пушкинской картой. Анастасия Терехова, Рустам Рудеев, Тобольское время. Необычный конкурс организовала редакция газеты «Сельский труженик» для жителей Вагайского района. Для участия в новогоднем косплее нужно повторить образы из советского кинематографа. Первые фотографии уже опубликованы на страницах газеты в социальных сетях. Читатели воспроизвели образы из фильмов «Джентльмены удачи», «Вокзал для двоих», «Морозка», «Кавказская пленница» и «Ирония судьбы». Итоги подведут 13 января, а лучшее фото напечатают в газете. Рождественский концерт в Тобольском драматическом театре собрал сотни артистов и зрителей. Дети славили светлый праздник. В зале царила атмосфера, как в храме. Впечатлениями поделится Ольга Куричко. Каллида, молида, накануне Рождества везде поспеваем, всех поздравляем. Ансамбль «Любава» седьмой школы Тобольска всю святочную неделю калидует. В его репертуаре много колядок, обрядовых песен. И есть чем блеснуть перед православным народом. В зале драматического театра «Аншлаг». Кажется, что сегодня действительно собрались те люди, которым очень это нужно. И они как в целом едиными устами, единым сердцем и поют, и танцуют. Театральный зал в святке напоминает храм. Исконно русские мотивы звучат ярко и по-новому. Маленькие артисты славят Рождество Христово. Настоящим сюрпризом для зрителей стала премьера молодежного театра «Благовест». Режиссер Любовь Швецова инсценировала сказочно-философскую повесть немецкого писателя Джеймса Крюса «Тим Таллер» или «Проданный смех». Главный герой-сирота «Тим» обменял смех на исполнение желаний. Фантастическая пари не принесло мальчику счастье. А что самое трудное тебе было вот в этой роли? Ну, я думаю, тоже смех. Потому что, ну, это на экран смеяться нужно. Надо, чтобы смех получился естественный, настоящий, как будто бы тебе самому смешно. Действие происходит в 30-е годы прошлого века, но дух того времени без труда подхватили современные ребята. Совсем не по-детски они раскрыли тему о цене и ценности того, что мы имеем даром. Надо быть добрым и всегда добро будет возвращаться. Я считаю, что основной смысл в том, что деньги – это далеко не самая важная вещь, которая есть на свете. И намного важнее беречь свою душу от зла. Если верить в что-то и идти к нему, то оно сбудется. Артисты убедили зрителей, что надо всегда оставаться человеком – добрым, искренним, веселым. И всегда помнить, что смех – это сокровище. Он в самые тягостные минуты дает надежду. Ольга Куричко, Михаил Куричко. Тобольское время. Первая рабочая неделя Нового года позади. Впереди выходные. Тоболяков и гостей города ждет увлекательная программа мероприятий. 13 января в 15.00 в Доме культуры «Водник» поселка Сумкино пройдет уже традиционный просмотр семейного кино. В этот же день в 17.00 состоится благотворительный концерт «Старый Новый год» в Доме культуры «Речник». Средства с концерта пойдут для помощи нашим землякам, защищающим Родину. Приходите на концерт с семьями. Артисты «Речника» всегда удивляют театрализованными концертными программами. А после мероприятия можно будет покататься на большой горке возле Дома культуры. А на стадионе «Тобол» в субботу стартует первый этап лыжных гонок на Кубок главы города. Команда победителей отправится в туристическую поездку в Санкт-Петербург. Старт в 11.00. Погода в выходные дни обещает быть хорошей. Есть возможность активно провести время всей семьей. В Тобольске работают катки и корты. Отмечая Старый Новый год, табылики за праздничным столом по праву могут вспомнить Антона Михайловича Фролова-Багреева. Известный винодел, основоположник технологии игристых вин оказался их земляком. Сотрудники архива обнаружили документы об известном ученом. За свои труды он в апреле 1942 года был удостоен сталинской премии. Была выявлена метрическая запись о рождении Антона Михайловича Фролова-Багреева. Это главный технолог завода Абрау-Дюрсо. Человек, который придумал технологию производства советского шампанского. И он родился в Тобольске. И метрическая запись об этом находится у нас. Уже в это воскресенье смотрите новый выпуск программы «Дом для друга». В эфире телеканала «Тобольское время» в конце 2023 года появилась программа о животных и их хозяевах. Телепроект объединяет любителей кошек и собак. Специалистов по поведению и здоровью питомцев. Волонтеров, которые занимаются спасением брошенных животных. На этой неделе мы расскажем вам о лошади-терапевте Софии. Развеем мифы о бойцовских породах собак. И поговорим о том, какую историческую роль сыграли кошки в духовном развитии человека. В разных странах к ним относились по-разному. В разное время к ним относились по-разному. В средневековье Европа – это у нас представители ада. Если взять Китай, то Китай считает, что кошка не сохраняет здоровье дома. Кроме того, в этом выпуске познакомим зрителей с новым постояльцем центра передержки общественной организации «Право на жизнь», который ждет своего хозяина. Далее прогноз погоды. Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. Конечно же, подписывайтесь на наш телеграм-канал. QR-код для перехода сейчас на вашем экране. Будьте всегда в курсе всех событий. Хороших выходных и до встречи. В Тобольске небольшой снег. Утром минус 14, днем 14-15, ночью минус 25. Ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Редактор субтитров А.Семкин